Всем привет! Меня зовут Иван Ерхов и я тот самый незрячий блогер, который смотрит на мир своим сердцем. Настало время поговорить о чем-то серьезном и актуальном, особенно для людей с инвалидностью. Вы все знаете, что такое розовая справочка. Чтобы претендовать на льготы и преференции, ее всегда нужно носить с собой. Но, к сожалению, она не обладает стрессоустойчивостью и вообще не такого внешнего вида и качества, как хотелось бы. В этом выпуске я расскажу, как максимально ее сберечь, сохранить в исходном состоянии, да и вообще поделюсь своим опытом использования ее. Вы готовы? Тогда поехали! Итак, первый факт, который меня безумно раздражает в этой справке, как в основном в моем документе. Она не влазит ни в один из переплетов. Вот, к примеру, я ее вкладываю в паспорт и вы можете видеть, что она торчит из переплета, даже если я ее максимально попытаюсь туда засунуть. Края заминаются, она очень быстро приходит в негодность. Приходится выкручиваться. Смотрите, какие лайфхаки я придумал для вас. Первый способ, как сохранить вашу справку в идеальном состоянии. Для этого мне потребуется словарь «Даля». Он отлично подходит по размеру, края не будут заминаться. Также им можно неплохо подкачать свою физическую форму. Если вдруг вы забыли слово, обязательно его вспомнить. Ну и если вы встретили недоброжелателя, ему можно отвешать этой книжечкой хорошеньких люлей. Переходим ко второму, более практичному способу. Нужно придумать для вашей справки переплет или обложку. Первый вариант был у меня файлик, который я запаял предварительно утюгом. Но он достаточно мягкий и абсолютно ее не сохраняет, поэтому не годится. Позже я придумал историю с обложкой. Тем более это вполне с подручным материалом. Все когда-то учились или у вас уже учатся дети. Если проявить фантазию, у вас получится вполне подходящая история для вашей справки. К тому же она достаточно просто делается. Переходим к третьему варианту. Если все-таки случилось, что она у вас замялась, нам снова потребуется словарь «Даля». Мы вложим ее внутрь. И еще нам нужна для этого хорошая гантелька, которая поможет ее отпрессовать. Ну что-то вроде такой. И восстановить внешний вид. Ну что, посмотрим, как это делается. Переходим к четвертому методу. Вы всегда можете заламинировать вашу справку и сделать это примерно в таком виде. Это будет удобно, практично. Но не забудьте, что закон Российской Федерации запрещает ламинировать официальные документы. Поэтому вам стоит в этом случае оставить вырез, чтобы вы всегда могли ее достать. Сейчас все документы и карточки и многое другое нужно обрабатывать и дезинфицировать. Но с этой справкой это невозможно. Поэтому она является рассадником инфекций и разной заразы. В том числе коронавируса. Бонус от нашего выпуска. Если вдруг случилось так, что вы куда-то отправились и вам в дороге резко приперло, нету под рукой туалетной бумаги, вы сами видите, что эта справочка отлично справится с этой задачей. Но помните, что она весьма ограничена. И это всего лишь разовая акция. Конечно, ребята, это все смешно и весело. Но на самом деле я хочу изменить эту ситуацию. И у меня есть предложение, как сделать эту справку удобнее, практичнее. И все тут в наших руках. Наверняка кто-то пользуется таким же документом. Людей с инвалидностью 11 миллионов человек. Если мы соберем большое количество просмотров, я уверен, что смогу поднять этот вопрос в правительстве и сделать этот документ намного лучше. И я уверен, что нам это под силу. Все вместе мы сможем привести эту справку в человеческий вид. Пожалуйста, поддержите меня. И до встречи в следующем выпуске. Где она там, зараза? Давай, выходи.